здравствуйте уважаемые жители красноярска и красноярского края для тех кто меня не знает я представлюсь меня зовут алексей прохоров я адвокат защитник анатолия петровича быкова сегодня по поручению своего подзащитного я хотел бы обратиться к вам со следующим вопросом небольшая предыстория все вы знаете что последние 11 месяцев анатолий петрович находится в следственном изоляторе номер один поскольку в мае 2020 года в отношении него начато уголовное преследование и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу наряду с этим вы знаете что в сентябре 2021 года 19 сентября если ничего не изменится в нашей стране пройдут выборы в различные уровни законодательных органов власти на сегодняшний день анатолий петрович получает довольно большое количество писем где ему задают вопросы не намерен ли он выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы имеются в сети видео обращения от людей из числа его сторонников из числа тех кто его поддерживает как среди простых людей так и среди заслуженных людей в области спорта в области промышленности нашего красноярского края независимо от того кто это все эти слова поддержки очень дороги анатолию петровичу и по поручению своего доверителя все те кто обращался к нему с данным вопросом я приношу слова глубокой благодарности и искренней радости за то что его никто не забывает анатолий петрович как человек всегда очень остро воспринимавший несправедливости в отношении граждан красноярского края не может пройти мимо тех писем тех видео обращений которые звучат в его адрес относительно возможности участия в выборах тем не менее принятие участия в выборах это во первых это большая ответственность перед теми людьми кто доверил ему свои голоса это большая финансовая и организационная нагрузка поскольку на сегодняшний день и анатолий петрович если намерен принимать участие в выборах то намерен делать это вне каких-либо политических партий и действовать будет только как самовыдвиженец совсем недавно наверное вы знаете произошло объединение трех политических партий в россии в одну и одна из этих соединившихся политических партий в красноярском крае очень тесно отождествлялась с анатолием петровичем быковым его позицию по поводу объединения данных партий каждый желающий может прочитать на его личной странице в инстаграм которая продолжает вести с его помощниками называется на английском языке анатолий быков нижнее подчеркивание 07 я хочу сказать что анатолий петрович не впервые избираться из-под столь печальных мест как места изоляции от общества 20 лет назад он находясь в сизо 1 фсб россии более известная как сизо лефортово участвовал в избирательной кампании в законодательное собрание красноярского края граждане доверили ему свой голос и несмотря на содержание в этих местах он был избран в депутаты законодательного собрания края 20 апреля 2020 года истек срок по предыдущей судимости который препятствовал избираться анатолию петровичу в какие-либо органы власти 7 мая спустя 17 дней после истечения этой даты после наступления этого срока в отношении него начато новое уголовное преследование которое как видится как раз и преследует цель воспрепятствовать участие этого человека в каких-либо выборах надо сказать что практически любые избирательные кампании анатолия петровича всегда сопровождались какими-то странностями то у него в букве в паспортных данных неправильно и кино ее написано или наоборот то он сфотографировался в нарушении авторских прав на фоне храма который был построен на его собственные деньги при наличии заявления от архитектора этого храма что никаких авторских прав от него не нарушено и к анатолию петровичу быкову каких-либо претензий он не имеет поэтому я уверен что если сейчас он выдвинет свою кандидатуру то его выборный процесс будет сопровождаться такими же ну назовем это так странностями хочу сказать что несмотря на то что он является обвиняемым и несмотря на то что он находится под стражей на сегодняшний день каких-либо законодательных препятствий для участия его выборах на законодательном уровне не предусмотрено поскольку такие ограничения появляются только лишь в связи с судимостью в отношении анатолия петрович каких-либо судимости на сегодняшний день не имеется повторюсь еще раз ему всегда было важно мнение людей ему всегда было важно мнение граждан от которых он избирается поэтому несмотря на довольно большое количество писем он поручил мне разместить видеоролик с соответствующим обращением а если быть точнее соответствующим вопросом ответ на который я думаю поставить все на свои места и будет способствовать тому чтобы он принял окончательное для себя решение итак вопрос который анатолий петрович быков адресует жителям города красноярска и красноярского края я сформулировал его следующим образом заслуживает ли поддержки кандидатура быкова анатолия петровича 17 января 1960 года рождения как кандидата в выборы депутаты государственной думы федерального собрания российской федерации 8 созыва вне каких-либо политических партий самовыдвиженцам по одномандатному избирательному округу пожалуйста примите по возможности участия в опросе если можно поставьте комментарии под этим видео обращением поставьте лайки и в зависимости от числа этих комментариев я сообщу ему и он примет окончательное решение я думаю что информацию по этому видео обращению мы будем собирать в течение недели а затем уже я сообщу ему о результатах еще раз вопрос заслуживает ли поддержки кандидатура быкова анатолия петровича 17 января 1960 года рождения на выборах в депутаты государственной думы федерального собрания российской федерации 8 созыва вне каких-либо партии самовыдвиженцам по одномандатному избирательному округу хочу сказать что если исходить из численности того округа от которого анатолию петровичу следует баллотироваться то при положительном решении понадобится сбор подписей порядка двадцати восьми тысяч тридцати тысяч подписей поэтому как вы понимаете вопрос это серьезный и требующий детальной проработки именно поэтому анатолий петрович находится в определенных раздумьях но еще раз повторюсь потому что ему важно мнение людей красноярского края с которыми он прожил бок о бок всю свою жизнь и обедах и невзгодах которых достаточно резко открыто и критично высказывался последние несколько лет я благодарю вас от имени анатолия петровича за внимание к этому видео сюжету благодарю вас если вы посчитаете возможным поставить свой комментарий плохой он или хороший неважно и от имени анатолия петровича быкова желаю вам здоровья и благополучия с уважением адвокат анатолия петровича быкова алексей прохоров